Вот, друзья мои, вот это полынь. Джусан, мы говорим. Джусан, да? Да, Джусан, говорим. Ну и вправду полынь. Очень, очень прямо такой характерный у неё запах, да. Вот когда фильмы смотрите, даже Султан Бивус, они всегда говорят, так хочется понюхать полынь. Его характерный запах. Да, да, да. И если, как мне сказали, уехал куда-то казах домой, дай его коню полынь с родины, он вернётся. Дай понюхать полынь с родины, он вернётся назад. Вот так вот, друзья мои. Друзья мои, фермер Ру при таком серьёзном ветре выдвинулся в степь вместе с Океаном. Океан, здравствуйте ещё раз. Здравствуйте ещё раз. Рассказывайте, что это у нас за овцы, к какой отаре мы приехали. Это отара, во-первых, это порода, грубошёрстная порода. Казахская грубошёрстная. Казахская грубошёрстная порода. Отара старшего тябана Джиенбаева Кинджибека, который в прошлом году от стоматок получил 85 голов приплода. Это первый окот был. В этом году он идёт уже на второй сейчас, идёт осмеление, которое вы смотрели. У него данное время 850 голов. Первоклассная тара. У него средняя живая масса где-то 72 килограмма. При отбивке у него ягнята дали где-то 37 килограммов в четырёхмесячном возрасте. Это средняя, я так беру. Были, которые приплоды давали где-то 45 килограмм. Вот так. Это как-никак первокотка была. Ну да, первокотка. Для него это хороший показатель. Тем более, пока адаптировались, адаптацию прошли. Ну, в данное время уже вы сами видите, овцы в хорошем состоянии, упитанность хорошая. У них ягнята все отбиты, которые вы видите, там они одного цвета, одного возраста. Да, да, да. Ну, белые это козы, понятно, там в стаде. Белые это козы, да. И его, наверное, да? Его, да, да. Это предгорье Каратала. И тут у нас хороший ветерок. Да. И здесь ветер зимой вообще сильный. Что же они тут едят-то? Где тут еда? Здесь есть изен, есть джусан, вот так говорим, кобыль всякого. Они основно там пасут, где предгорье. В предгорье, вот около гор. Потому что, ну, честно говоря, есть. Алексей Евгеньевич, обычно вот посмотрите, вот думаете, что едят. Обычно они, опцы, у них подвижные губы. Им вообще, желательно, вообще низкорослые. И потом, как-никак, вот этих местностей, она все равно питательность выше в пустынной зоне. Да, да, да. В пустынной зоне питательность выше растений, да. Высший растений. То есть, они вот срывают вот эти вот маленькие, из-за того, что подвижные губы, они срывают совсем маленькие вот эти поросли, не знаю что там, да. Чем ниже, тем у него питательность высокая вообще. Так, тогда, значит, про эту отару еще вернемся. Этих маток искусственно осеменяли? Да, этих маток мы осеменяем искусственно, которые вы видели, которые заходили. То есть, с разными баранами, давайте, давайте повторим, какими баранами. Блю тексель. Его, почему мы им осеменяем, потому что мы хотим добиться того, чтобы немного курдюк убрать, сделать мраморное, и выход мяса сделать высоким. Как-никак, вы знаете, это тексели дают где-то 60% выход мяса. С этим расчетом мы сейчас их осеменяем, Виктор. Да. Ну, а в вашем-то хозяйстве вот в прошлом-то году тоже осеменяли? Осеменяли, да. И какой выход-то мяса был от текселя? У текселя где-то 55, где-то так. Хозяйство получали, да? Да, 52, вот летом, когда их испытывали, где-то 52, вот так, 52-55. Друзья мои, мы это все снимали всех этих овец, но еще у нас здесь предстоит большая работа. Мы приедем еще и зимой снимать, посмотрим и убойный вес, и выход мяса, и так далее, и как зимой содержится, вот. И как переносит зиму. И как переносит зиму, главное, да. Вы сами понимаете, какой ветер стоит. Я, честно говоря, не представляю, когда мороз здесь, и как они это все переносят, мороз и снег. Окин, скажите, вот на этом пастбище, по которому мы сейчас идем, сколько времени они будут здесь находиться? Я уже, честно говоря, запутался с вашими пастбищами. Я знаю, что у вас есть летние пастбище, есть осенние пастбище. Это осенние, наверное, пастбище? Это почти, это стойловые пастбище у них. Это стойловые, да? Да, зимние пастбище. Ага, зимние. Они, обычно у нас, они стоят где-то у нас до мая месяца, до окончания окота. Это, вот, например, мы начали 20 октября, но вчера только начали осеменение. Ну, осеменение будет продолжаться, где-то месяц будет продолжаться. Окот придет где-то с 20 марта по 20 апреля будет проходить. И где-то до 5 мая они где-то здесь будут, потом уже идут. И покачуют наверх. Да, наверх будет кочевать на летние пастбище. И потом от летних на осенние пастбище. Эти овцы пришли от осенней пастбище. То есть они спустились осенним, осенние это мы смотрели месяц назад. Да, да, да. Да, и сейчас это зимние пастбище, которые около база. Около базы, почему? Потому что мы уже начинается с лучевой сезон. Случаем, осменяем их, за это уже пригнали. Чтобы прибрались везде, чтобы они набрались. Здесь адаптировались этим кормам, чтобы желудок все полностью. Я думаю, наши зрители хорошо видят, какая тут растительность, какая здесь почва. Вот, здесь один камень, не знаю, что они едят. Нет, у вас каменные овцы какие-то. Полынь есть. Полынь есть, да. Так, и значит, вот эти овцы под какими-то навесами будут содержаться? Да, вот обязательно. У нас открытые навесы, база навеса, они называются. Они там содержатся. Ну, вообще, желательно, вообще, в одинаковых температурах должны содержаться они. Как в природе. Как в природе они должны, как в дикой природе. Как в дикой природе, да. Вот, никто не скажет, Алексей Верик, вот вы сами посмотрели, упитывают все. Да. Никто не скажет, что они были завезены с Южного Казахстана в прошлом году. Одну зиму переночевали, еще дали приплотно. С Южного Казахстана, да, с Южного Казахстана. Они еще дали приплотно. Ну, я надеюсь, в этом году легко переносит зиму. Как-никак, уже адаптированы. Да, 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 да. А вообще, ну, какой-то падеж был там в процентном соотношении. Можно что-то сказать? Нет, процент в соотношении были. Все греха таит где-то полтора-два процента. Полтора-два процента. Два процента, да. На акклиматизацию ушло, скажем так, да? Да, да. Бывает. Но это нормально? Да. Это нормально. А здесь какие-либо хищники присутствуют? Не знаю, волки, медведи. В основном волки. Волки, да? Да, волки здесь, да. А как защищаетесь? Ну, пока не нападали, а так, видимо, так есть. Вот так. Так не надо трогать. Они тоже как санитары же есть. Ну, да, да. Больных там, это самое, хромых. Они очищают, да, тоже. Это сама по себе природа создала, да? Да, да, да. Так вот, друзья мои, мы тут практически догнали Атару. И ночуют-то они где? В базу? Да. В базу уже, да? В базу уже, да? То есть сейчас просто их выгоняем, и они, в принципе, будут всю зиму пастись? В прошлом году, Алексей Евгеньевич, всю зиму пастись. Без подкормки пастись, без подкормки. Удивительно. Да, всю зиму пастись. Удивительно. То есть вот так вот и гоняет бас просто, ну, на ночь, чтобы там тот же волк не это самое. Ну, утром выгоняет, вечером загоняет, вот так все. А какая глубина снега здесь? Ну, в прошлом году где-то глубина снега, где-то, если я не буду брать, где-то 30-40 сантиметров. Ну, не очень большая. Не большая, потому что сдувает. Здесь в основном ветер, хронизывающий ветер здесь в основном. И из-за этого мы осеменяем эти метельбаи, потому что там метельбаи самая крепкая порода. В мире она считается самая выносливая порода. Понимаете, она пастбищная. И сегодня сам, как-никак, вернятно, будет низкой. То есть, ну, на самом деле, эдельбаи, да, они известны, что они выдерживают любые, мне кажется, климатические условия. Вот, что засушливые, что ветер. Но, в принципе, овцам ветер не так страшен, как сырость под ногами. То есть заболоченная территория, условно говоря, да, и сырость. А так, ну, ветер, ветер и ветер. Для того у них и шерсть. Да. Да, тем более грубошерстные. Да, в этом году, например, вот, немножко, если прохладно будет, они в окуту масса будет приходить. Как-никак они политоцикличные животные. То есть любое время приходят, да? Вот, например, сейчас, нет, в основном они приходят вот осенью, где-то начиная с августа, кончая где-то 15 до конца ноября обычно вот так приходят. Ну, кроме романовских. Ну, понятно, да, да. Обычные романовские любое время они приходят. Кроме романовских. Эти вот такие животные. Его самое главное здоровье же. Да, да, да. Мы сейчас, вы же видели, там, политексель и потом два идельбая. Два идельбая, да. Потом два здоровья. Потому что резко-континентарный климат у вас. Да, 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 да. А поскольку приносит, два-то ягненка приносит или три, например? Нет, два приносит, вы видели, где-то процентов 10-15, где-то так приносит. Ну, я вот слышал, что в Казахстане говорят, не надо нам два ягненка, нам надо одного, он будет крепче и лучше. Ну, обычно так. Да, да. То есть отдельно вот этих, как они, двойняшки-то называются? Как у вас их называют? Икзбир. Икзбир, да? Икзбир. Вот их отдельно, этих матерей, отсаживаете где-то? Отдельно ведете их или нет? Или все в куче и как есть? Нет, отдельно ведем. Ведете, да? Отдельно ведем, но что парадоксально, например, мы когда взвешивали, вот эти именно двойни, они тоже не отставали. Не отставали, да? Отдельно, да. И живая масса. То есть набирали, да, нормально, да? Хорошо набирали. Это все зависит от матери, от материнского молока. Если мать, например, действительно упитанная, если упитанная, значит молоко есть, значит есть здоровье. И она даст все свои качества, да. Ну главное, чтобы упитанная, а не жирная была? Нет, упитанная, чтобы. Высоцарение упитанное. Да, да, да. Это жирно, чтобы не были кушкары. Да, да, да. А матери нормальные? Матери нормальные. Будут выходить с небольшими перерывами между сериями, чтобы вы смогли соскучиться. Все контакты хозяйства Алаколь Агро я оставлю в описании. Обращайтесь, звоните. Не забывайте, что здесь плюс три часа от московского времени. Да, да. Не забывайте, что не продают сейчас овец за территорию Казахстана. Да, да, да. Потому что есть запрет на продажу животных. Все животноводы Казахстана все-таки надеются, что этот запрет снимут, что продавать все-таки племенных животных это выгоднее, чем мясо. Да, да. Вот. Ну в любом случае я оставлю контакты, позвонить, проконсультироваться, узнать, изменилась ли ситуация продажа. Ну а если вы житель Казахстана, ну то сам Аллах вам велит обращаться в Алаколь Агро. Еще раз спасибо. Пожалуйста. Удачи компании Алаколь Агро и корпорации Джерсуа. Мы двигаемся дальше по гостеприимному Казахстану, хоть и очень ветреному. Нам здесь очень нравится. Здесь такая классная полынь. Да. Друзья мои, а еще у нас есть фермерский форум в Телеграм по этой ссылке, где вы можете пообщаться с другими фермерами. Также не забывайте про наш форум на портале фермеру. А здесь и здесь вы можете посмотреть другие наши видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok